Привет, зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Листая как-то вечером женский журнал, я наткнулась на статью о том, как проверить любовь своего мужа. Журналистка писала, что для проверки чувств необходимо отправить мужа в магазин за содой как можно больше раз, постоянно указывая на то, что он купил не ту соду, которая нужна. Когда я начала готовить торт, то вспомнила об этой статье. Как раз с работы вернулся мой любимый. Я попросила сходить его за содой. Андрей послушно последовал за ней в магазин. Когда он вернулся, я осмотрела соду и отправила его повторно в супермаркет, так как он купил не ту упаковку. После этого я неоднократно отправляла Андрюшу за содой, находя различные предлоги, указать на то, что он приобрел неподходящий для моей готовки товар. Я находила комочки, мне не нравилась дата производства, то цвет не тот, то недостаточно мелкая, то слишком белая, то с неприятным запахом. Мой Андрей послушно и спокойно выполнял просьбу сходить в магазин. Меня это удивило. Тогда я решила вечером расспросить своего мужа, почему он так себя вел. Ответ Андрея меня рассмешил и удивил. Мне даже неловко стало как-то. Он сказал. Ты думаешь, что ты одна читаешь свои журналы? Я видел твой тест с содой. Ничего у тебя не получилось, глупенькая. Мне было интересно, когда ты прекратишь и у тебя закончатся предлоги отправлять меня в магазин. Ну и кто кого уделал? Мы вместе посмеялись и очередной раз поняли, что идеально подходим друг к другу. Кстати, психологи советуют еще один метод проверки второй половинки. Для начала следует разыграть сценку о том, что будто бы у тебя поломалась машина за 200 километров от города. И устроить это нужно не в выходной день, а тогда, когда он будет на работе. Если твой молодой человек тебя в действительности любит, он никогда не откажет тебе в помощи. Но чего бы ты не делала, нужно во всем знать меру и не переигрывать, ведь все вскоре может быть заподозрено твоим любимым. Самое главное, что хочется посоветовать – любить. Если ты действительно любишь своего парня, у тебя никогда не будет идей по поводу того, чтобы проверить его на прочность. Если любовь взаимна, это будет видно невооруженным глазом. А если кто-то из вас играет дурачка, это будет тоже видно. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.